Сегодня мы пришли на суд по нашим ребятам, троим ребятам нашим, Эскендер, Рустем, Марсем. Их обвиняют в терроризме. Они уже вместе с СИЗО и вот уже около более года в колонии, в тюрьме. И сегодня Конституционный суд, и мы вот пришли поддержать их, пускай только родители, поэтому родители пустили. Мы зашли на суд, но суд отложили на 9 число. Вот эти суды по терроризму, которых обвиняет наш народ, наших ребят, они на самом деле хотят запугать нас, наш народ, чтобы мы молчали, чтобы мы не приходили к судам, когда судят наших ребят. А сегодня за градами находится около 130 наших людей. Почему? Потому что эти обвинения в терроризме, они вообще абсолютно не, как бы, незаконны, да, и ложны. Почему? Потому что наш народ никогда терроризмом не занимался. Уже на протяжении даже 200 с лишним лет, начиная с царской России, которая аннексировала Крым в то время, до сегодняшнего дня от нашего народа никаких силовых действий не было. Единственное, что мы хотим, это не потерять свою исламскую единственничность, свою культуру, свой образ жизни. И из-за этого вот происходит, а это им не нравится. Поэтому наших ребят сажают в тюрьмы, но мы вот это все выдержим. И, иншаллах, в скором будущем все наши ребята, которые сегодня за градами, иншаллах, будут дома. Сегодня, 1 ноября 2022 года, в Верховном суде Российской Федерации должны было пройти судебное заседание кассационной инстанции по рассмотрению кассационных жалоб защитников на приговор по октябрьскому делу, так называемому Хизбут-Тахрир, где наши подзащитные Эмир Усиинов, Абдул Ганиев и Абхаиров Арсен. Однако в сегодняшнем заседании второй раз уже был объявлен перерыв в связи с тем, что не все наши подзащитные ознакомились с аудиозаписью суда апелляционной инстанции. Они об этом ходатайствовали еще полгода назад, но никто ни в СИЗО, нигде не обеспечил им такую возможность. Когда в Верховном суде наши подзащитные об этом заявили, Верховный суд решил удовлетворить это ходатайство уже сам и решил представить такую возможность. И вот эти дни они будут ознакомливаться с аудиозаписями, которые были сделаны на судебном заседании в апелляции. Следующее заседание назначено на 9 ноября на 9 часов 20 минут. И в следующем заседании, я уже думаю, мы начнем непосредственно уже рассматривать наши кассационные жалобы. Я успел поговорить с нашими подзащитными ребятами, они держатся нормально. Все трое в разных колониях по всей России, можно так сказать. Не колониях, а тюрьмах сейчас находятся. Вот морально они чувствуют себя отлично, всем передавали огромный привет селям, кто их поддерживает, кто пишет им письма. Вот чоксалонс. Субтитры создавал DimaTorzok